Привет, дорогие дачники, садоводы, огородники. Ну что, надеюсь, все вернулись на свои дачи после зимы. Я на это очень надеюсь, потому что понимаю, как тяжело дачникам, когда их не выпускают на свои прекрасные участки. Сегодня хочу рассказать вам, что можно посеять в апреле, в начале мая. Все у нас посадки сейчас прямо в грунт. Я снимаю сама, без видеооператора. Дать мне это нелегко, но я стараюсь. Иду, прогуливаюсь по участку. Идем мы с вами прямо по городу, мимо плодового сада. Вон там, вон моя тепличка. Погнали! Смотрите, какую красоту мне тут сделал Игорь. Теперь у меня вход в огород. Это целое произведение искусства. Особенно вот этот мешочек, который тут висит. Рабочие моменты. Приглашаю вас в огород. У меня тут две маленькие грядочки, и они уже с посеянным редисом. И вот тут буквально 10 луковичек на лук-перо. Еще одна моя маленькая грядочка, но это уже, видите, укрыто. Там у меня редис. Сейчас покажу, какие сорта посеяла. Тут непрерывный процесс. Все дачники меня поймут. Бардак у меня тут не просто так. Я сегодня сажала гортензии в горшочке, потому что еще не решила, куда их посадить. Поэтому они у меня сейчас так в горшочках посеяны. И высеваю потихонечку петунию. Пойдемте ко мне в теплицу теперь. Дюки вам привет передают. А тут-то, тут-то уже все по-настоящему. Все уже тут. Смотрите, сколько у меня рассады. Конечно же, не вся. Еще все подоконники заполнены. Вот они мои посевы. В апреле месяце еще ничего не взошло. В частности, это у меня посеяны баклажаны, арбузы, кабачки на рассаду. Огурцы на рассаду сеять не стала, по той причине, что они у меня уже посажены тут. Но вы это сделать можете. Прямо в теплице у меня посажены вот такие кассеты. Тут я посадила цветы. И вот в такую же штучку я посадила капусту. Просто теплица у меня подогреваемая. Капуста любит прохладу. И она у меня отсюда уедет. Апрель, начало мая. И это высадка, конечно же, редисов. Пленочные теплицы, в укрытие. Батва у меня, конечно, такая большенькая. Это по причине высоких температур в теплице. У меня тут жарковато. Ах, вот она красотка моя редисочка. Завязана. Скоро будем хрумкать. У меня тут всякие разные сорта. Что же можно посеять? Сразу в открытый грунт. А что можно посеять еще на рассаду? Потому что сейчас посадки для многих стали актуальны. Кто даже не собирался сажать в этом году, думаю, надумали. В связи со сложившейся ситуацией. Так, друзья. Сразу в грунт можно посеять такие культуры. Как зеленый горошек, кукурузу, зелень, редис, дайкон, редьку, свеклу, морковь, кабачки, тыквы, арбузы. Можно, но лучше, конечно же, рассадой. Огурцы можно посеять безрассадным способом сразу в грунт. Ну и всякие разные цветы. Про цветы я уже говорить не буду. Это не моя тематика. Я все-таки больше по овощам. Также в апреле-май можно посадить кое-что на рассаду. Я, кстати, предпочитаю рассадные методы для многих культур. Потому что погода непредсказуемая. Время идет, растение растет и развивается. И как только установится ночная пульсовая температура, я пересаживаю в грунт. Такие культуры, как кабачки, тыквы, арбузы, огурцы, я такие сажаю на рассаду. Я сажаю вот в такие горшочки объемом 400-500 мл. Они отлично развиваются у меня в теплице, стоят вот в дорожках, мешаются мне. Вот тут вот как раз-таки хьюга и нефрит, это кабачки. Как только они прорастут, дадут несколько листочков, приблизительно возраст высадки такой рассады 25-30 дней. Это лучший срок высадки для огурцов, кабачков, дынь, тыквы. Вот все культуры, которые, в принципе, можно посеять безрассадным способом. Я вот предпочитаю рассады, либо я несколько кустиков сажаю на рассаду, а потом уже семечками в открытый грунт, то что для летнего потребления можно посадить и попозже. Я вот, например, люблю, когда у меня в июне уже есть кабачки. А если вы посеете их просто семечкой, они не успеют просто напросто дать так рано вам урожай. Но при этом будут очень крепкие, здоровые. Если не хочется возиться, не возитесь, сейте прямо в грядку. Это страшного ничего нет. Вы только выберите в сроках, больше ни в чем. Сейчас на рассаду я посеяла капусту. Вот тут вот у меня пекинская капуста. Она у меня пойдет в открытый грунт. Капуста пекинская обычно очень ранняя, и где-то через 50 дней от всходов уже получается хороший качанчик. Тут у меня гидра и нежность от партнера. Пока они у меня выглядят вот так. Сейчас очень быстро-быстро им нарастут. Я тоже пересажу их туда к редиске в открытый грунт под небольшое укрытие, пока потом и укрытие сниму. Капусту я тоже посадила на рассаду. Посадила раннюю капусту, позднюю, цветную капусту. Никогда этого не делала, но в этом году посадила. На этой неделе планирую высадить лук-сивок для получения репки. Планирую посеять свеклу и планирую посеять морковь. Морковь со свеклой не обязательно сажать в апреле. Вы можете это делать весь май и даже начало июня. Тут нет таких сроков, что в первую неделю апреля высеваете. Нет. Во-первых, погода у всех разная. И торопиться тоже, конечно же, не стоит. Как только у вас ночные температуры пошли в плюс, тогда это знак, что сеять пора. Либо, знаете, такой хороший знак, что грунт уже прогрелся и пора что-то сажать, это цветение дуванчиков. Цвести дуванчики начинают, когда земля у нас очень хорошо прогрелась. Значит, пора таки высевать все культуры прямо в землю. Редактор субтитров А.Семкин